Всем доброе утро! Очень жарко. Я была сегодня с утра на педикюре, записывалась очень-очень рано, на 9 утра. Смотрите, какой у меня стаканик Аллаты. Вот, поэтому вообще ничего не успевала, не успела выпить кофе или чай дома, просто позавтракала и уехала. Педикюр мы мне сделали синий, очень красивый. Я, знаете, этого цвета почему-то избегала всегда, а сейчас понимаю, что хочется чего-то менять, хочется чего-то нового хотя бы в маникюре, боже. Поэтому сделала синий педикюр, точнее, в педикюре и в маникюре, вы поняли. И приехала здесь к нам на район, пораньше чуть вышла, чтобы мне было быстрее дойти до больницы городской. Я жду сегодня к хирургу. Надеюсь, что хоть что-то он мне толковое подскажет, а не будет это бесполезное времяпровождение вообще. Ну, скорее всего, на рентген может отправить, это как бы нужно сделать, просветить эти колени. Прохожу, кстати, детскую железную дорогу. Наверное, она сейчас не работает, конечно же, не работает. Здесь у меня была выпускная церемония, вот когда был выпускной в школе, здесь было мероприятие. Потом мы ехали в ресторан. Ресторан мне вообще ужасно не понравился, кстати. Как можно там называть? Сапаниска хата, по-моему, вообще вот. Вот вообще не понравился. Ну, короче, такое повторить я бы не хотела выпускной. Вот. Да, взяла себе огромный-огромный стакан латы. Стояла, думала взять поменьше, побольше. Взяла 500 миллилитров. Это, конечно, многовато, но как раз взбодрится чуток. И вкусно. Вот у нас такие точки, кава-клап или как они называются, чёрные по городу. Ни разу я не подходила. Сегодня я подошла, глаза разбежались, потому что там очень много авторского кофе, авторских напитков. Но они все сладкие, с сиропами, и я не захотела ничего такого, потому что сегодня в планах пробовать свой сливовый пирог со штрейзелем, который я показывала в прошлом влоге. Вообще, я собираюсь его отнести маме с папой туда, угостить всех, потому что Лёша сказал, что снова будут ограничивать употребление сахара, и он не съел пирог утром, представьте, ни одного кусочка. Он обычно утром и ест такое. Не съел, сказал, не будет. Очень обидно я старалась, а он как придумает себе вот эти ограничения тоже. Он просто пьёт генер. Вот мой идиот, я же говорю, что идиоты. Ненавижу таких. Короче, генер, он же пьёт, а в генере очень много сахара. Нельзя много сахара. Можно сказать, что вопрос с коленями пока что закрыт. Вот, не без приключений, конечно, я сходила к травматологу, травматологу, да, не к хирургу. Потом расскажу попозже, потому что сейчас иду к маме, несу свой красивый большой пирог, который никому дома не пригодился. Угощу Карину, Женю, папу, всех. А Лёша вот, получается, обойдётся. Ну что ж, я уважаю его выборы. Если он иногда себя хочет ограничивать сахарем, я не буду в него тыкать пальцем и смеяться, говорить, что ой, потом захочешь. Не хочешь сейчас, пожалуйста, это его выбор. А я просто люблю готовить, печь мне, приносить удовольствие процесс. И я люблю делиться со всеми. Это к слову, почему я часто пеку что-то, меня спрашивали. Что? При чуде. Папе тоже останется сколько. При чуде, понимаешь? Ну, ничего, мама. Я только что в лифте говорила, что я не осуждаю. Надо ему сейчас снизить. Боже мой. Если бы он не ел и не ел, то все равно не ест. Ну, бывает такое. Мы нельзя много сахара. Он енер пьет, там слишком много сахара. Это что, для пирога? Он какой-то неподходящий этот нож. Для чего? Он как для хлеба. Ну, а что, для руки завешивать? Мне кажется, такой неудобный. Обычный нож. Интересно, какой он. Я же даже не проверяла. Он так сотрыв... Ну, потому что ты стараешься. Ну, ничего, я же стараюсь, потому что я, в принципе, люблю печь. И вас всегда угощаю. Правильно. Мы будем как колобки кататься. А вы сможете? Ну, когда я в последний раз что-то принесли? Спортивные. С такими коленями очень спортивные. У меня сама, для меня капец. Елена сходила в эту душе, что как схватили вот эти все позабедренные составы. Колени тоже болят невозможно. Так что ты не пойдешь к доктору, если невозможно болеть? Ну, ты сходила еще. Ну, мне выписал, что надо лечение, доктор. Ух ты! Вот это да. Вот это он поднялся, ребят, смотрите. Я очень переживала за это, потому что тесто было налито. Ой. Налито в форме было, ну, вот так. А он, видите, за счет, наверное, разрыхлителя. Даже не знаю, очень поднялся. Беленький такой. Слушайте, я сама себя хвалю. Сегодня красивый внутри. Ну, вот, Женя кусочек с Кариной дашь домой. Папе. И вот и все. Что переживать? Гляньте, какой вау. Ну, мам. Возьму синий. Ну, может, один возьму вдруг, соблазнись. Вот, сегодня не есть, завтра. Ну, это надолго, это не на один день. На два. Мне очень синий педикюр нравится. Красиво. Это тот самый цвет, который я всегда избегала. Доша говорит, синий? Ты же ненавидишь синий, красный. Я говорю, я не люблю синий и красный в одежде, но ногти, да, синий, это было вообще не про меня. Я не знаю, что он синий, он чернильный. Те же это чернильный. Просто синий какой-то. Красивый, глубокий, синий. Вот. Ну, будем пробовать. Ну, ты себе, конечно, такое смешное что-то отрезала. Ну, еще есть, если захочу, еще синий. Надеюсь, захочу. А, ты типа отрезала маленький. Я же сказала, типа, можно ли это, но мне было мало. А, я думаю, типа, вдруг. Понятно, я поняла. Что ты готовишь постоянно? Да нет. Да-да. Бывает вот стоянные, болит там ночью, вот заберенные суставы, колеса, капец. Смотрите, хотела показать маму, какие роди куча с родки прикольные купила, цифры писать. Оказывается, есть прям специальные для циферок. Гляньте, они сегодня занимались. Так тут прикольно. Ее можно обводить циферку в начале. То есть учишься прям так. По штрихам. Да, по штрихам. Потом продолжаешь, продолжаешь, и долго-долго пишешь. И тут везде картинки, там, три собачки, три порощенка, три мячика. Разрисуй все это там. Ну, это так классно. Как интересно учиться. До обеда вот это поработали. Ну, буквы он там писал. А это что? После сна, видишь, тут тоже вот единичка, тоже маленькая единичка в клеточку. Вот поработаем. Вот видишь, тоже один. Какие прикольные тетрадки. Вот мы, видишь, заштрихуй, это самое, расфарбуй. Вот будем сегодня после сна работать. Ты знаешь, я это отстала от жизни. Не думала, что есть такое. Это уже прогресс. У нас таких не было, правильно, тетрадь? Это будет ныть, конечно. Тут не так весело, как вот это. Как вот это. Ну, он же уже взрослый. Это получится. Да, это получится. Да, и не будет ныть, но будет ныть. Учиться надо. Буду ныть. Пару слов про пирог. Очень вкусный пирог. Да, вкусный. И мы решили, что можно еще больше сливать. Мне просто и больше не было. Сливали в любых ягод, смороди. Да, чтобы еще прям. Ну, вы видели в разрезе. Еще можно было. Даже можно было визуете, я не говорю, вылить одну часть теста, положить. Свой, допустим, смородину. Вылить вторую часть теста, положить следующую, потому что там. И потом уже этим. Ну, короче, экспериментируй. Тебе рецепт в прошлом видео оставила. И ты же за мной, чтобы не было страшно. Хорошо. Я слежу за тобой, чтобы тебе не было страшно. Опа. А как так? Сирена боит, вылазь. Бабушка, но можно укрытие, кстати? Можно укрытие, я ему сказала. Словил нормальное укрытие. Укрытие. Прикольный крем. Да, крем очень хороший. Надо было брать два тюбика. Ну, потом еще купишь, господи. Ну, под акцию. Я тебе покажу. На руку. А ты что делаешь? Сижу. Охраняю тебя, чтобы тебе не было страшно. Ты же сказал. Опа, бабушка, а ты тоже сидишь? Нормально. А то мы будем прятаться, и будет весело. А заниматься. Тоже весело. Пошли. Это обычно. Будешь неучим. Пойдем, надо цифры писать. Пойдем, зайчик, пойдем. И совать. И выставать. Нет, цифры пишутся. И давай сюда, туда, туда. Не ломай мне шкаф, пойдем. Не пойду, не пойду, не пойду, не пойду. Будешь неучим. Не пойду, не пойду, не пойду. Родя, будешь как мелочь. Я как мелочь. Не мелочь, а мелочь. Я хочу ждать, я хочу потом заблазка выйти. Я потом выйду из шкафа, когда мы будем идти домой. Ага, ты что, часа? Ты будешь два часа сидеть в шкафу? Нет, это я вообще на 20 сижу. Пойдем, нам писать еще надо. Даша, ты что делаешь? Тебя снимаю. Да что? Нам надо порогнуть. Не знаю. Снимаю Владимиру Петровичу видео, как ты себя плохо ведешь, а потом ему пришлю. Да, Даша, вон посмотрел, как ты не хочешь учиться. Да, что? Я сюда. Там полицейским, где она выложит? Видео. Вот мыша. Давай, пойдем, зайчик, надо немножко пописать. Пойдем. Ну, в общем, по поводу травматолога, он сказал, что у меня там проблемы с хрящами. Правая чашечка у меня как-то вообще неправильно стоит в колене. В общем, ничего критичного, рентген мне делать не нужно, как и МРТ. Он говорит, что ничего не покажет, потому что это прям внутри все. Там он меня прощупал, понял, где конкретный такой болевой синдром. Сказал, желательно на 2-3 месяца убрать вот эти приседания, выпады, там на корточках не сидеть. А мне реально это очень больно. Говорит, по ступенькам не ходить. А мне правда для того, чтобы присесть, встать, для меня это просто капец неприятно. Выписал мне мазь, выписал мне таблетки, сказал вот более-менее не нагружаться. И говорит, оно само по себе, у тебя вот это все пройдет, ты молодая, и все. Но эта проблема, она все равно, в принципе, никуда не денется. Вот такая то ли физиология, то ли что. Говорит, тебе не надо большие там нагрузки, тебе нельзя большой вес. Вот типа ты там, представляешь, с килограммчиком 2 там, и хватит себе прыжковые, сами по себе опасные упражнения для тебя. Потому что, когда прыгаешь, мышца там давит на колено. То же самое, когда мы растягиваемся, например, на шпагат. Говорит, я говорю, что мне больно, когда колено касается, ну, задней ноги, например, да, пола, мне больно. Говорит, потому что давишь, тебе вот это вот нельзя. Сказал на коленнике, мне нельзя те, которые именно утягивают ногу, потому что они тоже будут давить. У меня другие немножко на коленнике, они мне чисто, чтобы о пол не давить ногу, а так они не сжимают вообще никак мне, в принципе. Ну, короче, и там какой-то, ну, диагноз он мне поставил, он как-то там что-то сказал, я уже не помню даже это слово, но какое-то слишком сложное было. Но сегодня мы купим все эти лекарства, и я постараюсь дать покой именно в этом плане. Постараюсь найти для себя тренировки без прыжковых, без нагрузки такой на колени. А мне нужны именно кардио тренировки, не знаю, где будет такой комплекс найти, может, вы знаете, чтобы вот колени не травмировать больше. Ну, и в общем, ну, и в общем, вот такое решение проблемы будет. Мне кажется, я тоже покажу вам. Ну, надо, надо, все. Немножко ухаживает за Монкой, он ей когти стрижет, сам ее чешет, ушки моет. Вот так вот. Тихо, тихо, вот так не надо делать. Ну, терпит бедня. Знаю. Ох, ты что, тянет, иначе я палочка дозрежу, палочка будет больнее. Потушу палочкой. Вот. И одну капельку. Терпи, знаю сейчас. А, ты же знаешь, да? Неприятно. Оп, все, 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 все. Все, походи еще раз, эта ложка. Что там? Мадам, мы свободны. Зато чистенькая. Скажи спасибо. Все. Косметические процедуры закончить. Ага. Смотрите, какой мы нашли с Лешей интересный лимонад. Бельгийский, с дыней. Он типа безалкогольный какой-то. Ну, я просто впервые вижу бутылочку. Типа, это же стыная, да? Но она из пластика, она прозрачная. Это офигеть, какой крутой дизайн. Ну, это такое, знаешь, типа... Ага, экологично. Это мы с тобой, ну, типа на айжерте-маркетинге. Красиво, вот тут. Давай сейчас ты красиво откроешь меня на видео. Подожди, стоп. Нет. В общем, мы в аптеке решили купить вот такую мазь. Мне ее не выписывал врач. Оказывается, он мне выписал только таблетки. Вот такую взяли, Deluxe and Fast. Это какая-то нейтральная мазь. То есть она не согревающая, вроде бы не охлаждающая от боли. Два-три раза в день. Сказали, что хорошо им вымогали. Да, у нее типа отзывы хорошие. Еще мы выпили винога. Покажи. Это мы в АТБ купили. Кстати, очень симпатично. Я посмотрел, что выписали Диане и выписали хондроитин. Называется с... Ну, неважно. Просто я открыл, как называется, это лекарство. Там действующее вещество. Хондроитин, кто-то там, натрий. Ну, он говорил, что мне надо такое пить. Только хорошее он сказал. Это хорошо, когда мы еще только заходили. Я говорю, Диана, он тебе, наверное, выписал хондроитин. Мы открываем действительно так. Я пропил хондроитин, глюкозамин, MSN, ну, спортивную эту папку. Мне за три месяца, вот я пил его три месяца, у меня плечо, ну, с ним реально как хана было. Я не спать на нем не мог. Я какой-то вес заниматься на плечи, я ничего не мог сделать. Оно мне за три месяца практически остановилось. Я думаю, потом еще месяц только пропить, чтобы уже остаточную брать, и все. Я сейчас спокойно там, не знаю, жму 50 килограмм на плечку, типа. Это ты это папе покупал? Да. Он попил две недели, что-то мне ничего не помогает. Мне через два с половиной месяца оно помогло реально. Поэтому мы не стали брать именно это лекарство. А я заеду в свой спортивный магазин, возьму Диане, то же самое это будет хондроитин. Но он с глюкозамином, с MSN. Ну, то есть он будет лучше усваиваться. И там будет его больше дозировка. Я надеюсь, что это правильное решение. Это 100% правильное решение. Во-первых, это уже проверено. Во-вторых, это то же самое действующее средство, просто с помощником, который будет устанавливать их, их и вы их сеять. Да, ребят, надо срочно покупать, потому что я еле хожу. Сегодня прям после того, как я у доктора была на осмотре, он там же щупал колени. У меня не настолько распаление, что я еле хожу. То есть ты должна понимать, ты будешь пить, а ну реально она поможет где-то на втором месте. Я понимаю, надо покой дать более-менее и мази мазать, они хотя бы уберут просто вот этот... Ну я покой не давал. Я просто хотел, взял. Просто я так и не мог сильно на плечо заниматься. Это в принципе-то неправильно. Не, ну почему? Я просто сильно такой упорно на это плечо не делал. Вот спустя два месяца все нормально. Было уже, а спустя три практически. Ну хотя все равно где-то что-то осталось. А, потому что это может быть залетило? Нет, ну в том-то и дело. Весь прикол вот этого хондроитин-грикозамин МСМ, он как бы восстанавливает, наращивает хрящевую, помогает организму наращивать эту хрящевую, которую, как он тебе сказал, оттирается где-то хрящий, а он его восстановит. Ну надеюсь. Ну он сказал, только хорошее купить. Не какое-то там дешевое. Так и сказал. Ну так я просто не понимаю. В смысле хорошее, там действующее вещество конкретно вот это... Ну может есть марки, которые придут дешевле. А, или что-то. Какой? Может быть он разный, если там дойти. Ну неважно. Неважно. В общем, я еще просто... Почему я говорила, что я тут к хирургу, а попала к травматологу? Дело в том, что мне мой серийный врач сказала, что мне нужно попасть к хирургу, а выписала мне, оказывается, направление к травматологу в виде номера. И я записалась к хирургу, захожу к нему в кабинет, он диктует направление, я диктуя, он вам к травматологу в соседний кабинет. И хорошо, что туда можно было попасть по живой очереди, мне пришлось отсидеть там достаточно долго. Мне попало, мне очень, кстати, понравился травматолог нашей больницы. Вот на удивление я... Мне там редко везет на врачей, приятных как минимум вообще. Этот такой, знаете, был заинтересован моим проблемой. Ну вот все, это все, что мне пока выписали, купим, будем лечиться. И сегодня, конечно же, ужасные новости у нас очередные, я думаю, вы уже тоже знаете, про то, что в Николаеве был прилет. Я, кстати, об этом узнала, по-моему, от мамы, а потом увидела в Инстаграм уже фотографии. На самом деле сейчас просто гора целых ужасных холостей. Да, там на остановке люди умерли. В Пропивницке прилетела нам туда ехать в командировку. Это тоже капец, конечно. В Николаеве прилетела. С Азовцами что там случилось? В Еленовке там, да. Тут сейчас вся эта новость просто ужасная. Да ну, честно говоря, думаешь, куда еще... Когда пытали этого человека? А, нашего, да, пленного, Боже. Да, ну вообще, я честно говоря, вот это когда Нареша рассказала про этого человека, я просто начинаю сразу представлять, что он чувствовал, и что чувствовали потом его близкие и родные после этого. Это, ну, это... Я даже не очень знаю, как это назвать. Коты. Самые натуральные. Короче, уже знаете, иногда после таких новостей уже и не знаешь, что говорить, и... Опять же такую прострацию. Да. Ну, типа, сколько еще мы будем такой фигни читать? На голову не натянешь. Поэтому берегите себя, старайтесь. По крайней мере. Увидимся очень скоро. До встречи и пока. Пока.